Доброе утро, мои дорогие! Ну что вот теперь? Выходишь на улицу и показать нечего. Ни красоты, ни радости. Серое небо. Но всё равно, с добрым утром. А я сегодня проспала, девчонки, до девяти утра. Никак ночью не могла уснуть. Проснулась, аж сама удивилась, думаю, что это. Сегодня воскресенье. А значит, надо идти платить за свет. Подрастроили меня немножко. Заболела эта девушка, которая в Симферополе мне делает документы. Должна была присылать ещё в пятницу вторую часть. Нет, вернее, я хотела в пятницу уже сдать их. Ни фига не вышла. Заболела так, говорит, что не могу до врача отдойти. Ну, не знаю. В общем, короче говоря. Короче, в Калинке на годовщину я не успеваю. До 7 декабря никак я не успею в Мурманск. Очень меня это расстраивает. Если я разговариваю каждый день, говорю, ты меня прости, ну, видишь, вот, ну, надо же сделать до 1 января. Я же не могу это всё бросить ей. Ну, Костя там сделает всё, что надо. И чтобы помянули люди, и съездят они с Иринкой в могилу Калинки, конечно, но то, что я там не буду, для меня это будет прям, ну, я уже прям понимаю, какой это день будет для меня. Очень, очень всё это неприятно. Я же хотела ещё в сентябре уехать в Мурманск. Я вот до сих пор сижу. В общем, короче говоря, всё как всегда. Вот. Так что, мои дорогие, вот такое грустное начало дня. Ну, ничего не поделаешь, ладно. Сделать я ничего не могу, от меня ничего не зависит тут. А что хотела сказать, мои хорошие девочки. Мне кто-то писал про вот эти торговые точки на Апраксином дворе, где торгуют, ну, камушками, бусинками. И я не могу теперь найти, кто мне писал, напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте. Очень надо, потому что я всё равно сначала в Питер заеду и понесусь, конечно, на этот Апраксин двор. Но опять, кроме этого магазинчика, в котором нет теперь камушков. Так что, пожалуйста, напишите, ладно. Холодно? Холодно. Холодно. Ноль. Ноль. Ноль на улице. Вот. Ветер вот этот. Ну, ладно. С добрым утром, мои хорошие. Так. Ну что, поеду сейчас я в аптеку съезжу. Вон сколько птиц прям стаями летают. Вот. Сегодня песнеры у нас выступают, но я на них не пойду. Мне сказали, что снимать нельзя. А так, что я пойду? Был бы ещё, я понимаю, там старый состав, а там сейчас уже одна молодёжь, неизвестная мне. Ну что, мои дорогие, съездила я в аптеку, купила себе лекарства, сходила в магазин, купила поесть. Потом зашла к Ирине, у которой мои украшения сданы. Она закрывается, всё распродаёт. И на недельки я к ней схожу. Она, ну, соберёт всё моё, что у неё есть. Потом вам покажу. Сходила, заплатила за свет. В общем, все дела я сделала. Купила я вот такую банку. Стеклянную, стеклянную, с крышечкой. Стоит она 129 рублей. Что я с ней потом сделаю, я вам покажу. И купила я вот такую вот фигурку. 250 рублей. С ума сойти. Как тут вообще? Тут такие цены на всё вот. 250 рублей. За что? Да, вот. Тоже буду делать. И вам, конечно, покажу. Вот всё время говорю, что нельзя ходить голодной в магазин. Вот мне нужно было купить соли, хлеба и молока. В результате два пакета неподъёмных. Вот ну как это? Вот ругаю себя всё время, а с утра не хочу есть. Вот, мои дорогие, вот такой у меня есть коврик. Я их не только из тряпочков делаю. Это меховой. Тут у меня и жилетка была вот такая полосатенькая. Это была дублёнка. А это была шуба. Кто-то мне уже даже не помню задарил. Я их с той стороны просто вон тканью обшивала. Вручную ковырялась. Вот такой коврик у меня в туалете лежит. Люблю я, когда ножкам тепло. И у меня ещё и кожи много. Очень хотела я сделать, но по-другому кожаный коврик. Тоже не знаю, когда у меня руки дойдут до него. Вот такая у меня ещё есть жилетка. Но знаете, я чего сделала? Я её сделала слишком длинную. И как-то она не носится у меня. Наверное, надо было её покороче сделать. Или просто-напросто, когда тут ходят в жилетках, мне вроде ещё как-то жарко в этом ходить. Поэтому вот не носится, короче говоря. А так чё жилетка, меховая, натуральная. Всё прям прилично сделано. С подкладкой, с новой. Всё как положено. Но вот не носится. Ну вот что такое, а? Время 17.20. На улице стемнело. Вырубили свет. Ну вот как это? Опять жизнь при свечах. Твою мать. Чё делать-то? Вызвать Толи, когда поехать в магазин? Там хоть светло. Ну вот смех и грех, а? Не, ну вот это вот меня просто вот выбешивает. Могут выключить причём на 5 минут. Могут на 15. С чем это связано? Не знаю. Вообще не знаешь всегда, насколько выключают-то. И, между прочим, на улице холодно. А у меня отопление на электричестве. Когда уже порядок наведётся тут? Романтик. Твою мать. Одни сюрпризы. Ну что, вот сейчас разрядится комп и всё. И буду при свечке. Не, надо, правда, наверное, в магазин поехать. Тх, а мне не надо ничего в магазине-то. А самое обидное, что я только видео начала выкладывать. Ну и всё, всё прекратилось. Вот такой у нас романтик, мои дорогие. Так, ладно, запомни, 17-20 выключили. В магазин решила не ехать. О, пошла полить опять лист вода всякое-то. А что, на улице светлее, чем дома. Ветер, правда. Домовуху развела. Ну вот, а теперь стой тут. Мёрзни, волчий хвост. Не бросишь же. Здесь-то у меня, конечно, ну вот, один дом, другой дом. Тут-то не такой ветер, конечно. Тут всегда как-то хорошо так сжечь костёр. Но всё равно ветерочек не оставить, так не уйти. То ровно час жгла я листву. И дали свет. Ну вот, теперь пока интернет подключится. Замёрзла, провоняла вся костром. Красота! Кто такой мял? Забежал, бегом. Холодно на улице, да? Не до гулянок. Не до гулянок, мой золотой. Да. Вот как хорошо на коврике-то. Хотя уже кормил его час назад. Он покушал и пошёл на улицу. Гордый такой. Гуляю, как хочу, да. Прибежал. Я только дверь открыла, влетел. Сбивая меня с ног. Ты моя морда хорошая. Ты моя морда-то. Морда моя. И как вот уеду, да? Да я понимаю, что мужики не обидят его. Но всё равно жалко, страшно прям. Я тут и зиму, господи. Два с половиной месяца. Думала, как они тут, как они выживут. Ну, выжили, конечно, да. Но всё равно. Всё равно переживать буду. Ну, а что делать? Брать пока некуда. Там квартира на стадии ремонта. Я сама вернусь сюда, пока не продадутся дома. Ну, вот мне всё пишут. Как вы их оставите? А куда? Вот продам дома, заберу. Рыбный суп я с удовольствием съела. Он у меня тут выделывается. Ну, так. Да, чуть-чуть полежит. Куда забирать-то? Кости у меня не любят животных. Куда я привезу его? Пусть поживёт, подождёт меня. Что делать-то? Жизнь прям одни испытания. Ну, ничего, пошёл в супчик-то. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»